Привет всем любителям макияжа, ухода за собой, всего, что с этим связано, всего красивенького, девчачьего и так далее. Расскажу вам сегодня вот про этот продукт, который стал легендарным. Это Embryolisse LCC, то есть Light Cream Concentrate. Я не знаю, как правильно произнести это на английском, но пусть будет такой русско-английский вариант, французский вообще не представляю, как это звучит. Итак, почему легендарная вещь? Вы наверняка знаете, что очень многие российские визажисты его реально впаривают. И также его очень хвалят практически все британские бьюти-блогеры. И его очень рекомендуют британские визажисты и сестры Pixivu. Соответственно, проблема вот в чем. Я знаю, что есть какое-то большое недопонимание вокруг этого продукта, потому что люди, которые покупают его, которые живут в России, они чаще всего им недовольны, плюются и говорят, что зачем меня развели на деньги. Объясняю, в чем здесь проблема. Все дело в том, что, наверное, мы неправильно понимаем, чего ждать от этого крема. Самой производящей компании этот крем позиционируется как главным образом барьер от косметики для нашей кожи. То есть это такое вот, можно сказать, вазелиновое, кремовое какое-то такое вещество, которое обволакивает кожу. Оно же хорошо питает и хорошо увлажняет. В нашем понимании с вами это похоже на жирный крем для зимней погоды, для защиты от мороза. Соответственно, когда британки говорят, что это супер-супер-супер, у них немножко другая кожа и у них немножко другая экология. И британки намного чаще, чем российские женщины, страдают очень сильной сухостью кожи. Очевидно совершенно. Одно из недопониманий кроется вот здесь. Во-вторых, это крем, который позиционируется для всех типов кожи и у него 500 миллионов применений. Это крем, это база под макияж и так далее и тому подобное. И можно мазать маленьких детишек, и можно смывать макияж, какие-то поправлять огрехи и так далее и тому подобное. И чего только с ним делать нельзя. Только есть, наверное, нельзя. Ну и в глаза, может быть, капать. Дело в том, что российские женщины, когда слышат база под макияж, они думают, что это то, что будет держать тональное средство лучше. Это абсолютно не так. База под макияж просто подготавливает кожу. И эта вещь именно в плане излишней сухости, шелушения и так далее подготавливает. То есть, если у вас жирная кожа, то вам, наверное, это не подойдет. Но представьте себе, на жирную кожу вы нанесете средство от мороза и пойдете летом на улицу с каким-то макияжем еще сверху. И, естественно, все будет расплаваться. С другой стороны, если у вас кожа сухая или увядающая, или же сильно обезвоженная, то эта вещь как раз-таки очень даже хорошая. Соответственно, мой личный отзыв. Что я думаю по поводу этого средства? Мне кажется, что действительно это хороший барьер. Здесь я ставлю плюсик. Он действительно позволяет мне намного меньше бороться с какой-то проблемной кожей, какими-то высыпаниями. Потому что моя кожа действительно меньше реагирует со всеми тональными средствами. И даже есть такое заблуждение, что тон на самом деле портит кожу. У меня есть догадка, что пудры тоже не очень хорошо влияют на кожу. Потому что в очень многих пудрах тальк, который считается не самым полезным компонентом, и тоже забивает порость. Это эффект такой как бы маски, скорее такой может быть даже парниковый эффект. Вот эта вещь позволяет меньше реагировать к коже с косметикой. И кожа в итоге действительно будет получше. На мой взгляд. Но опять же, если у вас есть сильные неровности в плане того, болячки или сухие такие шелушинки на коже, то он тоже поможет, потому что он будет обволакивать. Но его нужно совсем чуть-чуть. А проблема российских женщин в том, что они очень много его наносят на лицо, как обычный крем. Вот этот крем может носить совсем чуть-чуть, несколько точечек. И еще, помимо всего этого, меня очень удивляет, скажем так, то, что эта формула не менялась уже, наверное, десятилетиями. И у нее очень нравится запах по этому поводу. То есть многие люди дают очень негативный отзыв только потому, что им не нравится запах. То есть этот просто запах не модный сейчас, скажем так. Так, лично я в плане увлажнения и питания не нахожу, что он превосходит обычный детский крем. Действительно очень похожий. И основная функция, повторюсь в миллион пятый раз, именно барьерная. Поэтому если вам нужен барьер для кожи, тогда обратите внимание на этот крем. Если вам нужен просто увлажняющий крем, это не то, что вы хотите. Почему российские визажисты, обратите внимание, именно в сфере фэшн рекомендуют этот крем? Потому что они пользуются довольно плотными основами часто. Либо же им нужен очень сияющий эффект мокрой кожи. Я, например, с такой мокрой кожей по улице ходить не могу. У меня косметика будет стираться на фотосессию. Это вещь хорошая, потому что она даст эффект очень здоровой кожи, если вы еще сверху положите сияющую основу и не припудрите. Поэтому визажистам, которые работают с невестами, это вещь не необходима, потому что этот макияж вы делаете только один раз. Это не ее ежедневный макияж, это одноразовое посещение вас как мастера. И представьте себе, вы положили защитный жирный крем под макияж. Естественно, лицо будет более блестящим, более жирным. И вам придется положить просто невозможно плотный слой пудры, и вы потом замучаетесь жирным блеском. Как мы знаем с вами, продукт французский, и насколько мне рассказывали мои знакомые, вот Эмбриолис Лабораторис, это такая компания, которая вообще не напрягается с тем, чтобы продавать свой продукт, никак его не рекламируют. И на полках во Франции очень часто он даже не представлен, он у них продается, есть, но не стоит на полке. И просто вы подходите к сотруднику аптеки и говорите, а есть ли у вас эмбриолис, и он вам из-под полы его продаст, возможно, если вы ему понравитесь. Соответственно, именно вот в этом вот шарм, наверное, этой продукции, в том, что они делают свое дело уже очень много десятилетий, и продолжают его делать, и у него всегда будет покупатель, а именно клиент с очень сухой, обезвоженной кожей и шелушащейся кожей. Этот продукт у меня сегодня под макияжем, и именно из-за этого такой вот эффект сияющего-здорового лица, но немножко даже жирного лица. Как варианты? Я еще попробовала другие формулировки, а именно апельсиновый увлажняющий крем, я не знаю, как это прочитать, Крим Хайдрейт Эл Оранж, я не знаю, ну, в общем, с апельсином что-то. Извините за мой французский. Я, к сожалению, не понимаю, чем они отличаются. Он просто более похожий на молочко, нежели вазелиновый бальзам, а остальное действие, на мой взгляд, то же самое. То есть это абсолютно другой продукт относительно первого, но просто по большому счету я на своей коже такой сильной разницы не ощущаю. Дальше то, с чем я ощущаю разницу, это уже матовая эмульсия. То есть смысл все тот же, но она матирующая. Вот эта вещь мне нравится очень на лето, потому что она, естественно, чуть-чуть матирует, и такого сильного вот этого мокрого блеска не дает. По этому поводу, если у вас жирная или комбинированная кожа, я бы считаю, что есть смысл взять вот эту вот увлажняющую, матирующую эмульсию, потому что именно защитная функция та же самая, что и у основного LCC, самого популярного и разрекламированного, но здесь еще чуть-чуть матирующая функция, не такое важное лицо. И проблема для меня лично всех этих средств только одна. То есть мне вот реально нравится, мне кажется, что это хорошая вещь, полезная в косметичке, особенно зимой, но почему в них нет SPF? Это так ужасно, потому что, конечно же, хочется защитить кожу от старения, и единственное, в чем вот из тех вещей, которые есть у меня, есть SPF, это вот такой вот BB крем. У него уже такая чуть-чуть с бежевым рисунком упаковка, очень приятная тоже упаковка. Они все очень аккуратненькие, такие вот лаконичные, и здесь есть немного пигмента, то есть это солнцезащитная степень как бы 20, SPF 20, и у него один оттенок, по-моему, если не изменяет память. Он хорошо подстраивается под тон кожи, он полупрозрачный. Проблема в чем? Вам все равно нужен будет еще и какой-то другой крем для защиты от солнца, потому что, чтобы получить хорошую защиту от солнца, нужно положить толстый слой средства. Вот этого средства вы такой толстый слой, как нужен, не положите. В остальном запах тот же самый, он хорошо втушевывается, он не виден на коже, он дает чуть матовое, бархатистое ощущение. В общем-то, приятная вещь, и если лень краситься, то можно взять сразу вот такую вот вещь, и сверху наносить только пудру, то есть у вас будет уже этот барьерный и увлажняющий крем, и чуть-чуть защиты от солнца, и чуть-чуть пигмента. Сверху только припудрите, и в принципе, можно выходить в люди. В общем, в плане кремов, это у меня, наверное, все, что я могу сказать. И еще для интереса, я попробовала мицеллярную воду этой же марки, могу сказать, что она приятная, она хорошо пахнет, она не сушит кожу, но, к сожалению, смывает макияж, она хуже, чем биодерма. А на мой взгляд, биодерма все равно недостаточно хорошо смывает макияж. И в отличие от всех остальных людей на планете, я биодермой недовольна. Вот это средство, оно мягкое, оно прекрасное, но все равно оно не удаляет макияж очень эффективно. Поэтому не советую покупать, к сожалению. Что совершенно не значит, что продукт плохой, я просто нахожу, что он недостаточно эффективный. Вот, в принципе, все мои мысли по этому поводу. То есть я, наверное, считаю, что все-таки не секрет красоты, но классная вещь для того, чтобы день за днем спасать свою кожу от косметики, от ужасной нашей окружающей среды, плохой экологии и так далее. Поэтому присмотритесь. Вот, может быть, вам понадобится это. И повторюсь, для визажистов, которые не работают в сфере фэшн, наверное, тоже не необходимая вещь. Вот. Но с наступлением зимы, думаю, что будет очень-очень полезно использовать такой вот крем тоже и от мороза. В общем, спасибо большое вам за просмотр. Пока-пока.